Девушки отдыхают Я потеряла смысл жизни Я не знаю, для чего мне теперь жить Для кого? Для чего? Послушай, не надо так говорить Да, произошла страшная трагедия, но жизнь продолжается В конце концов, мы же с тобой есть друг у друга Ты приедешь сегодня? Конечно Через пару часов приеду Что тебе привезти? Ничего Кроме твоей поддержки Я хочу знать, что Ты со мной навсегда И я могу на тебя рассчитывать Что ты задумала? Я Собираюсь сражаться За собственные счастья И хочу знать, что Ты со мной пойдешь до конца Хорошо Давай я приеду, мы обо всем поговорим Привет! Никита Александрович, вы, вы извините, но у меня приказ забрать у вас пропуск Неожиданно А с чего вдруг? Башко сказал, что на доске информации все написано Так, все интереснее, интереснее Ну, к главврачу-то я могу пройти? Да, конечно Никита Александрович, вы Извините меня, пожалуйста Вы же понимаете, я человек подневольный Вынужден выполнять приказы, независимо от степени их идиотизма Да, все нормально, понимаешь, этот бред исходит не от тебя Вопрос только от кого и зачем Ладно Здорово, Никита Здорово, коль не шутишь, добрый человек Да Сам не пойму Как она могла так поступить? Да кто она-то? Ты эту бумажку паршивую вешал на стену Никита, ну, конечно, вешал я, но Ты же знаешь, сам я таких решений Не принимаю Ну, да Ты мелковат для этого Ну, зачем ты так? Ты знаешь, я думаю, Бурнов Поставил ее перед выбором Или ты, или она Вот и Женщина-существо слабое Ну, ты же сам знаешь Подожди Мы с тобой точно об одном и том же человеке говорим? Иди, иди Пантарис Хренов Ищи из себя работу Незаменимый специалист В клинике собственной жены Да, я слушаю Ну, да, конечно Весь перечень расходников, которые мы оговаривали Не волнуйтесь Высылайте нам счет, мы сегодня же все оплатим Никаких проблем у нас нет Не верьте газетам Мы работали, работаем и будем работать Да До свидания Фу Может, ты мне объяснишь, что все это значит? А? Ты меня уволил, даже не предупредив об этом Ник, послушай, я бы хотела тебе сказать, но ты уехал Я не могла говорить об этом по телефону Ты же у мамы был Что? При чем здесь мама? Мама во всем виновата Мама не твой начальник, чтобы приказы тебе отдавать Послушай, Ник, просто так будет лучше Для всех, для тебя, для меня, для клиники Если бы я не уволила тебя, началось бы серьезное расследование И чем бы оно закончилось, никто не знает Но Брунов правильно говорит Брунов, значит, все-таки Брунов Башко был прав Я не знаю, в чем прав Башко, что он тебе сказал Но пойми, если я тебя не уволю Да дело может закончиться тюрьмой, Ник Почему ты никогда меня не слушаешь? Я же хочу как лучше Андрюха, привет Привет, Никитос, как жизнь? Бьет ключом И все по голове Скажи, твое предложение, оно в силе еще? Так я же тебе позавчера предлагал Ну да, Андрюх Ну вот, судьба сделала крутой вираж Понял, но тут такое дело, главврача я уже взял Ну ладно, забудь Да погоди, не кипишу, у меня есть, что тебе предложить Приезжай ко мне в клинику, поговорим Когда? Ну, если не занят, то сейчас Еду Ну так ты сама поговори с этими кандидатами Мое дело какое Предложить тебе варианты, чтобы тебе было, из кого выбирать А решение принимать тебе Ну вы, Андрей Георгиевич, как рыбак, с широкой сетью Так хорошего специалиста не найдешь Ты не переживай У меня все под контролем Никитос, привет Тысячи лет не виделись Андрюха СМСки, мессенджеры Если б ты знала, сколько мы с этим человеком водки выпили Ну да ладно, знакомьтесь Да мой знакомый, как ты? Привет Здравствуй, Никита У меня все хорошо, очень рада видеть тебя Прекрасно выглядишь Извините, я покину вас ненадолго Не знал, что вы знакомый Не буду спрашивать, что там у вас было Это же не помешает работе? Да нет, конечно Но я надеюсь, я ничем ее не обидел Да это было лет десять назад Ладно, ладно, рассказывай, что там у тебя стряслось Я слышал, там какой-то скандал образовался Лечили кого-то не так или умер кто-то Меня уволили Ну, хозяин на команду и Это как-то связано со скандалом? Да, напрямую Ну, пойдем, расскажешь В тот день на порог нашей клиники привезли Мужчину и женщину А вы знаете, что Ксения Дмитриевна мало того, что уволила Никиту Александровича? Она его еще из дома выгнала? Вот, стерва, а? Как так можно с человеком обращаться? Он же талант от Бога Ну, а ты откуда знаешь? С тобой, что ли, советовалась? Да и на нее это не похоже У них любовь, это видно Любовь Может, и была любовь, на вся вышла Я с его мамой в одном доме живу И сегодня сама видела, как Никита Александрович утром из дома выходил Он теперь с мамой живет Не выдержал ее подлого характера Хватит языком чесать, как балаболка Может, он просто маму навещал А ты сразу выгнала Живет Ну, я тебя, конечно, сочувствую Но, по большому счету, нет худа без добра Ты мне в клинике позарез нужен Хотя я на твоем месте, конечно, бы наехал на них Ну, просто, чтобы наказать, чтобы неповадно было С юридической точки зрения, ты абсолютно прав Брунову можно устроить большие неприятности И он пожалеет о твоем увольнении Зачем? Понимаешь, что меня не это взбесило А ее предательство Она мне даже ничего не сказала По большому счету, мы не знаем, как протекал их разговор Может, Брунов действительно взял ее за горло Ладно, разберемся В любом случае Я тебе платить буду больше И всякие бонусы обещаю Спасибо Спасибо Света, как ты вовремя У меня нет ни одной ручки нормальной Ни одна не пишет Почему мы уже не закажем их новые? Я Башко тысячу раз говорила и про ручки, и про перчатки А он... Башко даже на спичках экономит В силу природной жадности Пожалуйста, составь список того, что нужно И закажу уже, ладно? Хорошо, Ксения Дмитриевна Там внизу какие-то люди, какая-то комиссия Не знаю, что хотят и откуда В общем, охрана их не пускает, ждет вашей команды Какая еще комиссия, откуда? Ой, как они там, не знаю, межведомственная, что ли? Хорошо, я сейчас разберусь Угу Господи, как они надоели Работать некогда Сплошные комиссии, проверки Вот и я говорю Ходят тут и ходят Угу Угу Да Здравствуйте Здравствуйте, Ксения Дмитриевна Мы еще раз с вами так и не познакомились Хотя Бурнов много говорил о вас И все в превосходных эпитетах Меня зовут Игорь Юрьевич Никифоров Старший следователь прокуратуры Вероятно, я должна сказать, очень приятно Но мне неприятно Что уж скрывать Но вы проходите, пожалуйста Что вы хотите видеть Какие документы, каких людей Вы с чувством юмора Это хорошо С такими людьми легко иметь дело Даже если дела не очень приятные Давайте так Вы сейчас пойдете проверять свои подразделения А я пока побеседую с Сеней Дмитриевной У нее в кабинете Как закончите, жду доклад о положении дел Кирилл, проводи, пожалуйста Угу Пойдемте Прошу, пройдемте Лесь, да ей здесь все Я же не об этом Расходники должны быть качественными Ну так сэкономишь копейки А потом Проблемы огребешь свыше крыши Ты все такой же перфекционист, как и был Совсем не изменился Да, только постарел лет на десять И научился делать вид, что меня ничего не касается Ты не жалеешь, что ушел с аспирантуры? У тебя были блестящие перспективы Помнится, Васильев очень переживал, что ты ушел Нет, об этом я не жалею Мама жалеет Я люблю свою работу Ты же знаешь нас, хирургов Хлебом не корми, дай кого-нибудь разрезать Ну ты не похож на кровожадного маньяка А Евгения Львовна прекрасна Передавай ей привет Обязательно Ты помнишь, как она купила нам билеты в филармонию, а ты заснул? Я был тогда с ночной сменой Да ты храпел, как портовой грузчик Я больше не хожу в филармонию, меня там все знают Диагноз очевиден, мания величия Я слышала, ты женат? Да, десять лет уже На ней, на Ксении Ну что, когда выходить? Давай завтра Я подготовлю приказ Отлично Никит Я очень рада, что мы будем работать вместе Я тоже Тихонечко Сумочку сюда Что? Сумочку сюда, я сказал Куда? Э-э-э-э, Орлы, Орлы, что тут происходит? Что вы делаете? Лёд, дай сюда Тихо, дядя, тихо Мужик, ты че? Испугались? Я? Нет Все в порядке? Да Пойдемте, присядите Успокойтесь Так, это сердечный Сюда Так, это что? Снотворное? А, это от давления А, это от давления Алло А, да, сынуль Ты где? Домой? Ну, ладно Да плохо чувствую Да мне не хочется тебя беспокоить Ведь твоя жена мне за это спасибо не скажет Мам, ну хватит, как ты это любишь говорить Цирлих-манирлих Ну, я сейчас приеду А жена тебе скандал не устроит? Нет Ну, подожди, ну а как же? Ну, Ксюша, день рождения завтра Ну, хорошо, ладно, жду Давай Спасибо вам еще раз, вы Извините, я просто День у меня сегодня тяжелый был Да что день, неделя Так что, можно сказать, застали меня в минуту слабости А так со мной обычно этого не бывает Ну, при посторонних точно не бывает Так вы, значит, железная леди Извиняться вам точно не за что А минуты слабости, они бывают Даже у самых сильных людей Далеко живете? Нет, вот в этом доме Ну, давайте я вас провожу Спасибо Спасибо Никита, ты дома? Никита, ты дома? Алло, Никита, привет, ты где? О, Ксюш, привет, как раз собирался тебе звонить Маме опять плохо? Да? Да, плохо себя чувствует Ну, не знаю, там погода, давление Сегодня у нее останусь Когда приедешь? Завтра к Андрюхе выхожу Дел по горло К Андрею? К главным? Нет, главного он уже взял Иду начальником отделения хирургии Ого Зарплата хорошая, бонусы А главный кто? Женщина Ну, я не об этом Понятно, вариантов немного Мужчина, женщина, кто она? Кто-то из наших знакомых? Ну, не совсем Ну, что значит не совсем? Моя знакомая Это Олеся Это что, ты ее порекомендовал, что ли? Да при чем тут я? Они, как оказалось, и без меня были знакомы Ну, понятно И сразу согласился ты работать с Андреем, да? Что? Старая любовь не ржавеет? Ты забыл, это ты меня уволила Нет, я помню Наверное, надо было давно это сделать, да? Ну, что у нас еще? Своя клиническая лаборатория Да, здрасте Здравствуйте В пяти отделениях работают настоящие специалисты Да, кстати, вот и они Это, можно сказать, гордость Элита нашего заведения А это главврач, как я понимаю Да, Ксения Дмитриевна Все уважают, любят Большой специалист Давно руководит клиникой? С самого начала Три года Здрасте, Ксения Дмитриевна Привет, Света С днем рождения вас Спасибо А у нас тут с утра такие новости, счастливо А что, Никита Александрович приходил? Нет, а с чего вы взяли? А, это нет Я же говорю, с утра приходил Брунов С очень симпатичным мужчиной И этот мужчина принес для вас букет И сказал, что позже придет знакомиться Что за мужчина? Ну, вот это и есть самая главная тайна В общем, я по своим каналам узнала Что, оказывается, Брунов продает клинику И, возможно, это новый владелец Так что нас ждут перемены Этого еще не хватало Брунов, гад, нашел время Ну, видимо, последние события его так напугали Что он решил быстренько сделать ноги Да, крысы бегут с тонущего корабля Спасибо за информацию, Свет Ну, я пойду Никита Александрович, здравствуйте Лиза, привет Ты какими судьбами? Так я живу здесь Мы же с вами несколько раз уже встречались А, да, вы в третьем подъезде живете, да? Ну, да Ну, вот я все помню Никита Александрович, говорят, вы в новую клинику устроились? Да? А что? Ты же на работу едешь? Давай я тебя подброшу Спасибо А то я опаздываю Ну, говори Что? О чем ты хотела поговорить? Я? А, ну да Никита Александрович, вы же знаете Ксения Дмитриевна меня недолюбливает А с тех пор, как вас, ну... То есть, вы ушли, она меня совсем со свету живет Мне кажется, ты привылечиваешь Нет Или что ты хочешь, чтобы я сделал? Поговорил с ней, чтобы она тебя со свету не сживала? Нет, что вы Я просто хочу работать в клинике, где вы Замолвите словечко? Ладно, я поговорю с главврачом Хотя, знаешь что? Да вот же сама В этих новых клиниках не хватает медперсонала среднего уровня Да-да Ксения Дмитриевна Доброе утро Здравствуйте Во-первых, с днем рождения вас Спасибо, Олег, спасибо Огромное надо еще вазу А что, во-вторых? А во-вторых, я бы хотел узнать Кто будет работать вместо Никиты Будет кто-нибудь Незаменимых людей нет Ну-ну Значит, будет кто-нибудь Или я буду тащить все на себе Олег, не переживай, пожалуйста, ладно? У нас сегодня два человека в собеседовании Я понял С днем рождения вас Спасибо Никита За тобой не угонишься Привет Привык ходить быстро, даже когда гуляю Зато везде успеваю Даже когда не надо торопиться Ну, как тебе первый день на рабочем месте? Отлично Я рада Ну, ты, если что, без политессов Обращайся по любым проблемам, хорошо? Хорошо Здравствуйте Добрый день Здрасте Ник, сейчас придет бабушка одна Страховка у нее не серьезная Но просто так не сольешь Разобраться, что с ней никто не может Ну, посмотри, нужна операция, не нужна Создай хотя бы видимость Посмотрим, не вопрос Все говорят, что она просто поговорить приходит Ну, психотерапию тоже никто не отменял Разберемся Так, вот здесь сказано Что ребенок погиб в результате асфиксии Вследствие неквалифицированного проведения кесарево сечения Что это за бред? Кто вообще мог дать такое заключение? Заключение дало уважаемое медицинское учреждение Значит, не настолько уж и уважаемое Потому что на момент начала операции Ребенок был уже мертв Отчего вы так волнуетесь? Просто подскажите, где я могу найти доктора, что оперировал Туманову Не знаю, он уволен Уволен, отреагировали, значит Хорошо, как его зовут? Никита Александрович Гальперин Гальперин, это не ваш родственник? Муж И вы не знаете, где его найти? Нет, не знаю Я не сторож своему мужу И что, все эти лекарства вы пьете одновременно? Ну, так врач прописал А сын говорит Это не твое дело вникать Пей, как сказали У меня строгий сын-то Работа такая А кем работает ваш сын? Следователь В прокуратуре Следователь? А я тоже когда-то следователем работала Это сейчас развалина А когда-то говорили, огонь, девка Полина Николаевна Не стоит отчаиваться Вы сейчас огонь Один дым остался Но спасибо вам, доктор А то мне все врачи только и твердят Ну, что вы хотите Возраст, 68 лет Знаете что? Полина Николаевна Мы возьмем с вами И все эти лекарства отменим А вместо этого Будете пить вот это лекарство Хорошо И посмотрим динамику Спасибо Давайте я вам помогу Спасибо Ага Это лекарство недорогое Оно есть в аптеках Попьете его вместе Потом придете ко мне Спасибо вам, доктор Вы очень хороший человек Угу Всего доброго До свидания Здорово, старик Как дела? Ну, что там у тебя? Да знаешь, все окей Мне даже кажется Что я надолго Приживу здесь Ну, вот и отлично Слушай, я сегодня Заходил к Ксюхе Злая, как Мегера Старик, ты С днем рождения Ее поздравил? Черт Черт, я забыл совсем Спасибо, старик Ну, вот и исправляй Давай Да-да О, это ты? Ну, как там бабушка Со страховкой? Нормально Можно мне отлучиться на час? Да, конечно Ты хоть обедал? Обедать дай врагу Обед раздели с другом Вот объяснительная реаниматолога Вот заключение патологоанатома Все черным по белому написано Не помешаю? Это зависит от того, кто вы такой Я владелец клиники Владелец, а как же Брунов? Вот такие вот у нас Крутые перемены Ну, в таком случае Вы нам будете даже полезны Безусловно Тем более, я считаю Что без результатов Независимой экспертизы Нам с вами говорить не о чем Как интересно И я ее уже заказал Так что, прошу меня простить Но в данной ситуации Наше дальнейшее общение Считаю непродуктивным Вот это охватка А мне почему-то кажется Что вы сработаетесь Я не прощаюсь Вы новый владелец? Представляете, как мир тесен И простите меня Что до сих пор не поздравила С днем рождения лично Что вы, спасибо за цветы? Это я должен вас благодарить Ксения Дмитриевна Ой, извините Там звонили из департамента От Шемилова Сказали, лицензия готова Можно забирать Ура, ура Да, все, еду Подождите, стоп, стоп, стоп В смысле, что значит еду? А вы, собственно, кто? Света Очень приятно, Света А вы кто, Света? Секретарь Вот Так и поезжайте В департамент Дело-то не хитрое А то у вас главврач Как девочка на побегушках Хорошо Да, этот следователь прав Хватка у вас действительно Что надо А мне вот все время кажется Что лучше меня никто не сделает Хотя, наверное, это неправильно Ксения Дмитриевна Надо делегировать полномочия Вы попробуйте Вам понравится? Брунов, безусловно, лукавил Он давно должен был прибавить вам оклад Я сделаю это прямо со следующего месяца И обещанный бонус вы, безусловно, тоже получите Спасибо огромное Это еще не все Судя по тому, сколько вам удалось привлечь клиентов с улицы Вы совершенно правильно выстроили стратегию Стало быть, если в дальнейшем тенденция сохранится Я могу предложить вам, скажем, статус партнера И 10% от прибыли Вы это серьезно? Когда вы узнаете меня ближе, вы поймете Шучу я крайне редко И, к счастью, гораздо смешнее Что вы задумали? Хочу с вами подружиться Чтобы нам в дальнейшем было комфортнее вместе работать Вы против? Пожалуй, нет Особенно, если все будет так, как вы обещаете Рабочий день окончен Мы с вами засиделись Да Так что предлагаю Отметить начало нашей дружбы Я очень ценю хорошие кадры И рассчитываю на вашу помощь Без нее мне никак не справиться Я ведь не врач Я бизнесмен Конечно, я готова Для меня эта клиника Как ребенок И дело тут не только в деньгах Ну, вообще-то, одно другого не исключает К сожалению, Брунов этого не понимал Или не хотел понимать Вы хороший специалист И Брунов вас очень хвалил Вот только Вы слышали анекдот про боком выходит? На приемы врача, пациент Доктор, а что у меня такое в боку колет? А, голубчик, это у вас доброта Дай, дядя, 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 дядя В каком смысле? Ну, как-то всегда боком выходит Смешно Извините Да У вас не будет сигареты? Я вообще не курю Так просто привычка осталась Ксения Дмитриевна До свидания А может быть, нам поужинать вместе? По случаю нашего знакомства И вашего дня рождения Простите, я должна встретиться с мужем И каждый год в мой день рождения Ходим в один зоджи ресторан Где мы, собственно, и познакомились Уже больше десяти лет назад Так что... Конечно, простите Семья эта святое Тогда не смею вас больше задерживать Хорошего вечера Спасибо, спасибо, до свидания Никит, привет Привет Как ты? Как здоровье мамы? А чего это ты вдруг Стала интересоваться здоровьем мамы? Я всегда... Да хватит врать! Обсудим это при встрече Дома! Я думала, мы не будем нарушать традицию И поужинаем в нашем ресторане Но, впрочем, как хочешь Я могу пойти туда и без тебя Но у меня сегодня праздник И я намерена провести его в ресторане Со своим любовником? С каким любовником? С двумя! Что ты несешь? Ты что, мне решил испортить день рождения? Спасибо, тебе это удалось! Едешь в ресторан? Да Я буду Слушай, я хочу здесь устроить небольшой спектакль Возможно, будет драка Ты своим орлам скажи, чтобы раньше времени не реагировали? Ну, в общем, по обстановке Спасибо, Мария Ксения Дмитриевна Борис Не может быть Вот это совпадение Послушайте, если бы я была мнительна Я бы точно подумала, что вы за мной шпионите От вас ничего не скроешь А где ваш муж? Он сейчас придет Может быть, пока присядем за мой столик? У нас заказан столик уже давно Бокальчик шампанского за наше знакомство Ну, пожалуйста, не отказывайте мне Пожалуйста Еще один бокал Хорошо Вот Я сам Пожалуйста Несравненная, Ксения Дмитриевна Бренность мира взрев, горевать погоди Верь, недаром колотится сердце в груди Не горюй о минувшем Что было, то всплыло Не мечтая о грядущем Туман впереди Какого черта? Никит В чем дело? В чем дело? Что происходит? Что происходит? Борис Прошу вас, не медленно покиньте заведение Ты с ума сошел? Я не сильно его толкнул, откуда? Похоже, испортил вам праздник Да что вы говорите Послушайте, вас надо в порядок привести Вы можете встать? Да, конечно Давайте, я вам помогу потихоньку Давайте, боже мой Сюда проходите Присядьте Я сейчас здесь все испачкаю Не думайте даже об этом Держите салфетку Спасибо Надо вас как следует осмотреть Может нос сломан Да нет, все хорошо Не переживайте Нет, надо ехать в травмпункт Вы на машине? Нет, я приехал на такси Так, я вас отвезу Пойдемте Давайте Послушайте Не надо в травмпункт Кровь уже остановилась А все остальное Ерунда Заживет, как на собаке Первый раз, что ли Часто деретесь? В детстве бывало Хулиганом были Просто вырос в таком районе Где по-другому было нельзя Так что Спасибо вам И высаживайте меня Я сам доеду Ну куда я вас высажу? Дождь идет Давайте я вас довезу Ну правда Все в порядке Зачем вам это нужно? Я вызову такси И спокойно доеду Ехать мне недалеко Вы посмотрите на себя Вы же весь в крови И вас в таком виде Никто не повезет И вообще знаете что? Давайте заедем ко мне Приведем вас в порядок А то Заявитесь домой в таком виде Испугаете жену Детей Я не женат Да и детей у меня Пока нет Ну да Каждый мужчина Отошедший от дома На сто метров Автоматически становится Холостым У вас такой негативный опыт Ну а кроме того Что скажет ваш муж Увидев такое А что он может сказать? Это же он вам нос разбил Извините пожалуйста Я не знаю что на него нашло Ну в общем-то Я должен был догадаться Впрочем Я его понимаю Я бы тоже ревновал Такую жену красавицу Вы знаете Вот какой-то сомнительный комплимент Подозрение в неверности И потом Ваши комплименты Очень плохо сочетаются С вашим разбитым носом Правда? Странно А мне казалось Что я выгляжу Таким раненым рыцарем У ног благородной дамы Нет Все очень банально Каждый пациент Отвешивает комплименты врачу В надежде на Особое отношение А И что это работает? К счастью нет Иначе пришлось бы врачей Каждый год менять В смысле? Ну представьте Если бы врач Ко всем пациентам Относился как К своим близким Переживал за них так же Равнодушие Как защита Интересно Все приехали Послушайте Послушайте, Ксения Как-то неудобно Может быть я все-таки Домой поеду Все Хватит уже Мы все равно приехали Пойдемте Проходите Присаживайтесь на диван Я сейчас Да Ну и рожа Ничего Сейчас исправим Давайте я вам вытру Потерпите немного Дайте мне салфетку тоже Ну что Да, кровь уже не идет Нос распух, конечно Но перелома, кажется, нет Да нет Но вы потом снимок сделаете Обязательно Хорошо Потерпите Я Не больно У вас легкая рука Хватит отвешивать Мне комплименты Снимайте рубашку Снимайте, снимайте А вы решительная Профессия обязывает Вот так вроде бы ничего Да все нормально, Ксения Не переживайте Попробую что-нибудь сделать Матя Субтитры создавал DimaTorzok Это очень хорошая мазь, должна немного снять отек. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрю, что с вашей рубашкой. Ну, она, конечно, очень влажная еще. Да все в порядке. Мы, знаете, мы в армии на себе одежду сушили, как йоги. Верите? Почему мне не верить? Потому что все мужчины врут. Потому что никогда не взрослеют. Одевайтесь. Сейчас. Спасибо. Да. Я вам вызову пока такси. Теперь можно. Привет. 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 Как ты себя чувствуешь? Лучше. Только немного болит голова. Доктор говорит, что тебе нужно как можно больше гулять. Много он понимает, твой доктор. Как у тебя дела с докторицей? Никак. Что значит никак? Чем ты был все это время занят? Ты мне не отвечал на звонки, не звонил. Чем я был все это время занят? Да. Реализовывал твой грандиозный план. Но, судя по всему, наша докторица по-прежнему любит своего мужа и вряд ли его бросит. Слушай, блин, любит мужа. Что ты вообще Боре просто говоришь? Десять лет в браке. Какая любовь. У них даже, у них это даже нехорошие отношения. Это просто привычка. Банальная привычка, которая, ну, не знаю, легко заменяется какими-то острыми ощущениями. Знаешь, я вообще не уверен, что мы правильно поступаем. Собственно, в чем ее вина? В чем вина? Ты у меня спрашиваешь, в чем вина? Эти люди сделали так, что мы с тобой больше никогда не будем счастливы. Ты что, забыл, что ли, счастливы? Все я помню. И мне очень жаль. Но я думаю, что в первую очередь надо наказывать и ее мужа. Ведь это он тебя оперировал. Это его вина. А во всяком случае, вчера я... Еле сдержал себя, чтобы не свернуть ему шею. Да, а что ж ты не свернул ему шею? Ну, во-первых, свидетели. А во-вторых, наверное, потому что думал о том, что ты задумала. Ведь тогда твоему плану пришел бы конец. Боря, как хорошо, что ты думаешь про мой план. Потому что если ты вдруг решишь соскочить или уйти в сторону, то, поверь мне, мало не покажется. У меня терабайт компромата на тебя. Все узнают, кто ты был при моем муже. И чем вы там занимались? Доброе утро! Здрасте! Ой, Светочка! Угу? Посмотри, какую красоту я под диваном нашла. Ох! И у кого ж рука поднялась выкинуть? Ну-ка. Любимая жена, поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты меня поскорее простила, твой муж. А что с ним делать-то? Ну, себе возьми. Поставишь дома, красиво будет. Угу. Ксения, привет. Как вы? Выглядите неплохо. Ну, я же говорил, заживет, как на собаке. Немного припуша, а так все в порядке. Пойдемте. Ужасно все это, конечно. Ужасно все это, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok